МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Нечем дышать, в Шумерле уже который день горит свалка. Смотри, не заболей. Как уберечь себя от ОРВИ и гриппа? Советы докторов. Работа в удовольствие. В столице Чувашии нагрозили спортивных волонтеров. Глава Чувашии сегодня, 19 декабря, находится в Москве с рабочим визитом. В столице Михаил Игнатьев встретился с руководителями федеральных органов власти и представителями бизнес-сообщества. Об экономике, бюджете и инвестициях сегодня на вопросы моей коллеги Елены Гальпериной отвечал председатель кабинета министров Чувашии. Иван Моторин стал гостем программы «Правительственная связь». Подробное интервью с премьер-министром выйдет в эфир 20 декабря. Детали прямо сейчас. «Правительственная связь» – программа «Долгожитель» в нашем эфире. Задача телепроекта – отразить наиболее достоверную картину развития республики. В очередном выпуске, который готовится к показу, премьер-министр Иван Моторин представит детальный анализ работы Кабмина. Для экономики региона уходящий год сложился удачно. Сельское хозяйство по ноябре – 101,4%. Промышленность, соответственно, январь-ноябрь – 101%. По вводу жилья – в районе 102%. То есть какого-то опережающего роста одной или другой отрасли нет. Если посмотреть промышленность, то здесь лидеры те же. Это химическая промышленность, это пищевики, электротехника, кто вносит наибольший вклад именно в выпуск продукции. Республика привлекает и крупных инвесторов. В следующем году откроется завод по выпуску перекиси водорода и современный тепличный комплекс. О бюджете. Доходы региона превысили ожидаемые прогнозы за счет поступающих налогов и дотации из федерального центра. Это говорит о том, что республика стабильна по исполнению своих социальных обязательств, стабильна по исполнению бюджета. Я надеюсь, что все эти тенденции сохранятся и в наступающем 2019 году. Доходы бюджета отражаются на реализации приоритетных проектов. Начат ряд социальных объектов. Это, опять же, строительство школ, детских садов, строительство центральной больницы города Чебоксары, продолжено строительство ФАПов в сельских районах республики. То есть все подтверждено, опять же, бюджетными проектировками, возможностями бюджета. Соответственно, дело за малым, это за работой строителей. Иван Моторин дал оценку и проводимой в столице региона транспортной реформе. Документ планирования перевозок будет корректироваться. Над этим работает инициативная группа. Еще одна обсуждаемая тема – нехватка водителей автобусов. Проблема, считает председатель Кабмина, решится в ближайшие недели. В конце декабря начнут высвобождаться работники предприятия банкрота «Чувашавтотранс». Коллектив в большей части выбрал путь перехода на новую работу, потому что у нас действовал центр занятости, пункты занятости на «Чувашавтотрансе». И всем желающим были предложены различные виды работы, в том числе, в первую очередь, водителям. Все знают законодательство трудовое. Работники предпочли, чтобы были выполнены все выплаты, даже за тот период, когда они не работают. И высвобождение активное и желание на работу появится у водителя «Чувашавтотранса» после 29 декабря, когда каждый работник будет уже официально уволен, получит штамп в трудовую книжку. И уже в уходящем году в правительстве готовят почву для наступающего 2019-го. 1 января в стране стартуют национальные проекты. У региональных властей колоссальный объем работы. Дмитрий Ковалев, Елена Гальперина и Андрей Спиридонов. Республика. Какие перспективы у проекта «Амазония»? Стоит ли ожидать продолжение транспортной реформы в районах республики? Какой эффект дает программа оздоровления тракторных заводов? Смотрите программу «Правительственная связь» 20 декабря в 20 часов 30 минут. В Новочебоксарске на бывшего директора спортивной школы номер 2 завели уголовное дело. Услуги, которые оказывались под ведомственным ему учреждением, не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Речь идет о бассейне спортивной школы номер 2 в Новочебоксарске. Там 17 ноября этого года в День здоровья утонул 9-летний ребенок. 17 ноября 2018 года в бассейне детско-юношеской спортивной школы номер 2 города Новочебоксарска около 10 часов 30 минут утонул ребенок 2009 года рождения. По данному факту следователем было вознуждено уголовное дело. В последующем проведенной прокуратурой города Новочебоксарска проверкой установлено, что бассейн работал без необходимого медицинского персонала и надлежащего наблюдения за безопасностью проведения занятий и тренировок, а также в отсутствии инструктора по плаванию. Все это происходило не только в День трагедии, но и в течение всего учебного года при оказании платных услуг, чем создавалась угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан. По итогам проверки прокуратуры и следственные органы направили материал о необходимости возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса России как оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В настоящее время по материалам прокурорской проверки в отношении бывшего директора спортшколы возбуждено уголовное дело. Бассейн в Новочебоксарской спортивной школе номер 2 закрыли на время всех проверок и устранения нарушений. Его открыли буквально несколько дней назад, после того, как закупили необходимое спасательное оборудование и в бассейне появился постоянный медик. В ближайшее время прокурорские проверки бассейнов пройдут на территории всей республики. До Нового года осталось 12 дней, чтобы не испортить новогоднее настроение. В эти морозные дни не надо забывать и о здоровье. Как не заболеть и уберечь детей, знают, конечно, врачи. А теперь и мои коллеги. Советы просты. Тщательно мыть руки, промывать нос соленой водой, использовать оксалиновую мазь, проветривать помещение и по возможности избегать контактов с большим количеством людей, непосредственно с больными. Как бы не мутировали вирусы, методы профилактики остаются неизменными. На сегодняшний день подъем заболеваемости острых респираторных инфекций не отмечается. Также не зарегистрировано случаев гриппа. Но в то же время на одном уровне держится заболевание, вспомнимание. Поэтому родителям хочется сказать, особенно с малышами, чтобы родители не ходили в гости с малышами, не ходили в места массового скопления, сидели дома, ухаживали за своими малышами. Когда Юля Машанова затемпературила, родители не сразу обратились к врачу. Поэтому выздоровление ребенка затянулось. Долго держалась температура. Сами дома пытались лечить. Но через некоторое время температура так и не прошла. Еще повысилась 39,5. Мы решили вызвать надо врача. Она нам посоветовала сделать рентген. Мы его сделали и направили нас сюда, в инфекционную больницу. Был сильный кашель, поставили нам диагноз правосторонняя пневмония. У нас как осложнение. Мы, наверное, пропустили что-то. Сразу не забили тревогу. Как обычно, немножко стали дома лечиться сами. Мед с молоком, травяные чаи, горчичники и банные процедуры. Чаще всего в лечении детей не помощники. А иногда могут и усугубить ситуацию. И вообще заниматься самолечением врачи строго-настрого запрещают. Чем раньше борьбу с инфекцией начнут специалисты, тем выше вероятность быстрее поправиться. Не вводите своего ребенка в стрессовую ситуацию. А как можно раньше обращайтесь к врачу. Самолечение недопустимо однозначно. И даже вот когда говорят, что грипп – это крайне тяжелое заболевание, крайне тяжелое заболевание, и может приводить даже к смертельным последствиям. Поэтому самолечение недопустимо. Только медицинская помощь. Не заболеть или легче перенести грипп, и взрослым и детям помогают и вовремя сделанные прививки. В этом году прививочная кампания, конечно, уже завершилась. Если все же вам понадобится консультация доктора, скорая помощь работает круглосуточно. В новогодние каникулы неотложную медицинскую помощь будут оказывать в БСМП, ГКБ номер один, и в Республиканской детской клинической больнице. А в остальных медучреждениях 30 декабря, 1, 7 и 8 января – выходные дни. 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 января стационары и амбулаторные службы будут работать по графику субботы. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. Свалочка горим. Вместо предновогодних ароматов мандаринов в Шумерле по всему городу витает едкий запах горящих отходов. Горит ясно и никак не гаснет. Днем тушат водой, а ночью свалка разгорается с новой силой. Мы отреагировали, сразу с первого дня начали тушить. Смотрите, тут же был собран КЧС. Взрослые люди все решили, что все-таки мы именно водой, мы это делали, локализуем. Почему? Потому что это периодически, каждый год эта свалка возгорается и удается тушить. Вы понимаете, да? И здесь вот, в принципе, так думали, ну сейчас вот три недели почти, да? Ну в целом работа-то она видна вообще. Про оперативное реагирование в данном случае можно говорить с натяжкой. Хотя и начали специалисты тушить в первый же день возгорания, 1 декабря. Но разницы шумерлинцы не почувствовали до сих пор. Ни в прямом, ни в переносном смысле. Запахи становятся все разнообразнее и въедливее. Все окна закрываем, даже обклеиваем. Очень пахнет даже в квартире. В центре города живем. Дышать невозможно, в садике не выходит. Вещи все пропахли, в коридорах запах стоит. В квартирах запах. Сменить тактику тушения отходов на более действенную за три недели такой идеи не пришло. Для инсайта нужна была встреча с комиссией из Чебоксар. Во главе с министром природных ресурсов и экологии, руководителем ГК ЧС Республики и активистами Народного фронта. Если появился очаг, надо было срочно сделать, завести грунт и завалить. Все, проблемы не было. А вы сейчас говорите, горит-горит. Вот так у нас авось горит. У нас скоро все загорится. Ребята, тихо, тихо. Мы уже проходили. Вот такая у нас ситуация. Волебешек была. В Сибирске была. Там жестко поставили условия. Нашли грунт и быстро завалили. Слухов за это время расплодилось множество. И провереницы мусоровозов на въезде в полигон чуть ли не со всех районов Чувашии. На деле же отходы сюда везут из четырех муниципалитетов. Шумерли, Шумерлинского, Красночитайского и Ядринского районов. Свалка рабочая, с лицензией не переполнена. Только вот мусор сюда просто высыпается. Это нарушение требований эксплуатации полигонов. То есть мусор, который сюда свозится от входа, они не утрамбовываются, во-первых. Далее они должны присыпаться. Тем самым не допускается попадание кислорода в тело полигона. Почему на полигоне такие непорядки? Мог бы объяснить директор свалки, который по стечению обстоятельств так и не доехал. До сюда у него случайно пробило колесо. Хотя к решению проблемы пришли и без него. Срочные примеры для завозки грунта, чтобы прекратить доступ кислорода и для дальнейшего горения этой свалки. Но свалка, сами вы видели, что ее надо закрывать. И у нас по плану в 2019 году мы планируем поставить здесь, на территории Шумерлинского района, мусороперегручный комплекс с элементами сортировки, что нам позволит забыть про такие вот. И людям скажем, что больше такого не повторится. По последним данным от ГКЧС, сейчас на полигоне техника уже трамбует мусор. Грунт завезут завтра. Продолжается проливка. Показатели взятых проб воздуха, воды и почвы в пределах допустимых норм. Бороться с огнем и тлением мусора будут до конца этой недели, пока полностью не ликвидируют. Этот вопрос на контроле правительства Чувашии. Съемки предоставлены шумерлинской телекомпанией «Новая реальность». Ирина Волкова, «Республика». Хорошая зимняя погода располагает к активному отдыху. Одним из любимых мест для прогулок стала Московская набережная столицы. Напомним, что в этом году администрация города и подрядчик обещали сдать третью часть реконструированной набережной. Пока торжественного открытия так и не состоялось. Напомним, что в реконструкцию вложены федеральные, республиканские и муниципальные средства. Общая протяженность набережной около 6 километров. Еще в августе этого года глава республики предупреждал подрядчиков, что такими медленными темпами к 1 ноября, официальной дате окончания реконструкции, работы не завершатся. Так и вышло. Строители автодора пообещали сдать участок к декабрюм. Сегодня уже 19-е. Визуально все вроде бы готово. Есть освещение, парапеты, подпорная стенка, которая, по словам специалистов, и стала главной виновницей срыва графика. Горожане с удовольствием прогуливаются по набережной на дороге снег. И непонятно, завершена укладка брусчатки или нет. Исчез и информационный стенд, на котором были сроки сдачи объекта. С начала 1 ноября, а потом декабрь 2018 года. Записать ребенка в школу через интернет. В Чебоксарах в тестовом режиме стартовала регистрация в первый класс. Родители могут ознакомиться с процедурой приема онлайн-заявлений на портале образовательных услуг Чуваши. Тестовая запись продлится до 25 января. Специалисты заодно проверяют работу портала. Затем все заявления удалят. Официальная запись в школы начнется 30 января. Сначала в Калининском районе, 31 в Ленинском, 1 февраля в Московском районе. А с 1 июля начнется регистрация на свободные места. Яковлев в сердцах молодежи утверждают авторы фильма с таким названием, созданного в год 170-летия Патриарха. Заказчик Чувашкино, творческая группа, журналист и оператор адресовали свое произведение широкой аудитории, неограниченной возрастными рамками. Что из этого получилось, узнала наша съемочная группа. Иван Яковлев действительно явление. Он оставил глубокий след и в педагогике, и в культуре, и в науке Чувашии. Его жизненный путь – пример истинного служения своему народу. И он нужду знал, и нужду зная, воспитываясь в этой земле, в этих условиях, он стал самым добрым человеком, доброй души, доброго сердца. И он построил на собственное средство в Симбирской Чувашской школе терков. Лев Кураков отметил, были времена, когда о вкладе великого просветителя предпочитали не говорить, и даже имя его не упоминали. Историческая справедливость восторжествовала, и сегодня труды Ивана Яковлева образованные соплеменники знают наизусть. Но есть угроза, что будущие поколения в силу процессов глобализации могут забыть, что завещал нам Патриарх. В случае, когда автор текста, журналист Алексей Янейкин, услышал от своего сверстника вопрос, а кто такой Яковлев, и натолкнул его на идею фильма. Вот этот фильм как раз послужил бы очень хорошим ответом для таких людей, не понимающих, вот где мы живем, в школьной программе, у всех было учили, знаем. В своем очерке Яковлев в сердцах молодежи коллеги доступным языком рассказывают о том, кто такой Иван Яковлев и почему так важно сохранять память о его просветительском подвиге. Согласитесь, создание чувашского алфавита, после чего целая нация обрела письменность, ничем иным и не назовешь. Сегодня наградили волонтеров, работавших на одном из крупнейших спортивных событий года открытом Кубке России по вольной борьбе среди женщин. Тане Дмитриевой 21 год, пять из которых она занимается волонтерством. За ее плечами чемпионат мира по футболу, Всемирный фестиваль молодежи, Кубок по вольной борьбе. Участвую как атташе команды США, но в этот год США не приехала, ну и Финляндия у меня вообще была, приехала Монголия, и у меня была страна Монголия, так что я уже как пенсионер просто пятый год участвую. Как атташе, то есть сопровождаю команду по всем мероприятиям, каждый день и с утра до ночи. Вообще это было реально легко в этот раз, потому что народу приехало мало, Монголия уже тоже меня знала с прошлых лет. Супровождение команд – одно из направлений работы волонтеров. Медицина, судейство, транспорт, работа со зрителями. Каждое направление потребовало специального обучения. На Кубке по вольной борьбе работали более сорока ребят. Волонтерство же, оно идет от души, то есть идя на мероприятие, мы уже готовимся к нему морально, что нам нужно будет, вот, вот, предстоять, например, как вы говорите, целый день. То есть все проходит с легкостью, когда вот ты настроен уже на мероприятие, и тебе нравится, главное, любая деятельность должна нравиться человеку. Нам нравится. Самое важное в нашей деятельности, самая важная в нашей деятельности – именно простое человеческое спасибо. Волонтеров поддерживают и в Министерстве спорта Республики. Это дань уважения и дань благодарности тому, что вы делаете для нашего общества. У нас вот в этом году более 700 волонтеров участвовало в наших мероприятиях, за что им большая благодарность. На встрече обсудили будущее сотрудничество. Ребята готовы выстраивать свои планы в соответствии с годовым календарем спортивных событий. Мы сразу будем заранее планировать свой график и своих волонтеров сразу как раз и обучать за месяц, например, перед этим мероприятием. Здесь будет очень удобно. В конце встречи волонтеров наградили памятными грамотами и дипломами. Татьяна Леонтьева, Бахтиар-Велеев, Республика. Это были все новости на сегодня. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова